Давайте я вам немного расскажу о психологии создания образа в шоу-бизнесе в данном случае. То есть кому, зачем и для чего выгодно представлять Шатунова. И тут я сразу оговорюсь, что это представление поддерживают многие фанатки Юры. То есть это не какое-то влияние, так скажем, со стороны хейтеров творчества Шатунова. Это и поклонники, и поклонницы, они в этом тоже как бы замешаны. Потому что люди бездумно повторяют какую-то информацию, зачастую непроверенную, не понимая последствия. Потому что очень много людей легковерных, тех, кто готов поверить во многое. Кому-то это напиши один раз, он сразу это примет за чистую монету. Все по-разному, люди разные. И поскольку наивности вот в этих людях очень много, они готовы верить абсолютно во все. И вот когда кто-то создает из Юры вот такой образ, во-первых, что он не патриотичен, что он жил в Германии, что он бросил свою страну. Это известный такой миф, это такое заблуждение. И его используют не только те, кто негативно относится к Шатунову, чтобы как-то его порочить. И начинают это вот высказывать, что Шатунов жил в Германии, он не российский артист. Допустим, так говорил Лоза из-за своей зависти. Но фанатки это поддерживают. Они говорят, а когда это он жил в России? Он жил всегда в Германии с любимой, обожаемой, неповторимой семьей своей. При этом, с одной стороны, они верят каждому слову Юру. А с другой стороны, они ему абсолютно не верят и ни во что не ставят его мнение. Это бесконечный парадокс, о котором я уже как-то вам рассказывал. Что именно я здесь имею в виду? То есть эти фанатки, они верят в то, что Юра жил в Германии всегда, потому что они где-то это услышали, где-то это подцепили. Потому что им нравится вот эта вот история великолепной любви. Но нравится как бы кому-то искренне, а кому-то невольно они себя видят на месте этой жены. И вот как бы у них это все смешалось в сознании. И они не понимают, что Юра сам говорил, что я имею только одно гражданство. Я живу в России. В Германии я только получал образование. И тогда, в тот момент, когда он там обучался, он немного отдыхал от своей славы, которая была очень громкой. В конце 80-х, начале 90-х, ему нужно было взять перерыв. То есть Юра сам ответил на этот вопрос, что он не живет в Германии, он не гражданин Германии. Он говорил только о том, что он навещает там своих родственников. Вот это он говорил. Не больше, не меньше. Но что только они придумывали. И фанатки, которые поддерживают этот миф о том, что Юра в Германии, они ему просто на самом деле пакостят. Сами, может быть, этого даже не понимая. Потому что Юра, он, ну да, любит и как-то ему нравится побывать в новых местах, что-то узнать, в чем-то там вдохновиться. У него есть знакомые и друзья в разных странах проживающих. Ну, друзья, так скажем, не то, что безумно близкие, но товарищи. И поскольку он такой человек открытый к каким-то путешествиям, возможно, поездкам или гастрольным турам. Ну, это было раньше, да, сейчас он больше за такой домашний образ жизни. Если он ко всему этому открыт, это не значит, что он живет за границей и как-то бескредитирует Россию. Этого никогда не было. Юра жил и живет в России. И сам об этом говорил. И есть свидетели этому. Поэтому как бы обсуждать это глупо. Ну, кому-то нравится, конечно, на этой теме фантазировать и спекулировать, что вот он зарабатывал только в России. Пишут такое довольно часто. И мне хочется, чтобы те, кто до сих пор как бы может быть об этом говорит и верит в это, прекратили это, остановились. Потому что становитесь вы, невольно остался кто-то другой. Так потихоньку будет меняться картина на вот это вот представление о Шатунове как-то личности. Потому что не был он никогда какой-то зарубежной звездой. Каким-то вот этим вот элиткой, которая выше всего вот этого. Которая вот отринула там родную страну, живет за границей, живу, бесится. А Шатунов богатый человек, он не бедный. Но он заслужил и он заработал. И когда мы говорим о богатых людях, мы говорим только о их доходах. Но мы не знаем их расходы. Расходы там тоже велики. И не только на собственные хотелки. Это и благотворительность, и помощь близким, родственникам, содержание кого-то. Поэтому говорить о том, что он какой-то элитарный, неправильно. Он народный и он русский. Сам это говорит и говорит. От этого не отказывается, не открещивается. И никогда свою страну он не полоскал. Он как-то подчеркивал свою русскость в каждом буквально монологии, где говорил про Россию и про себя. Есть у нас много артистов, которые живут за границей, тут зарабатывают. Но это не Юриан Случай. То есть, смотрите, какой образ потихоньку возникает. Искаженный, это какое-то зазеркалье с искаженными отражениями. Отринав все слова, что он сам говорил. Отринав факту, что, допустим, нет у него гражданства. Хотя он мог бы получить его. Что ему мешало? Хотел бы, да хоть 10 гражданств. Любых он мог получить. Но он почему-то не получил. Наверное, из-за своих этических и патриотических соображений. Как вы считаете? Значит, первый момент прояснется. То есть, он не патриотичен. Я еще сейчас говорю об образе, который из него лепит. Не патриотичен, жил не в России. Вот такой вот сякой. Второй, значит, момент идет. Что-то там Кудряшов около него все время вился. А Кудряшове ничего не известно. Кто там жены у Кудряшова мы не знаем. Почему он всегда один, мы не знаем. Почему он серый кардинал, мы не знаем. Что он там Юру управлял с детства, с малолетства. Взял его в оборот и давай им помыкать. Это тоже извращенное, искаженное какое-то представление об их отношениях. Я уже ранее упоминал, что отношения там строились не на этом, не на том, что Кудряшов захватил там что-то новое, как-то им управлял всю жизнь. Даже если взять, допустим, эту теорию и без, как говорится, нецензурной брани ее обсудить, то, наверное, если бы им манипулировали, когда он был там 15-16, получив уже достаточно жизненного опыта, он, наверное, там в 20, в 30, там в 40 уже давно мог отказаться от этого общения с Кудряшовым, быть самостоятельным. Если бы им манипулировали, Юра не принцесса на горошине, которая не может слова сказать против, он всегда за себя умел и умеет постоять. Не надо делать из него какую-то там девчонку, которая не может противиться какому-то там насильнику, напавшему. Это не так. У него были партнерские, дружеские отношения. И Кудряшов, он делал достаточно важную работу. Вот это вот его, пусть и грубое, но вот отбрасывание фанатичек, оно было необходимо, потому что Юру ноги рвали. И вы сами это видите на некоторых записях. Там валили на пол на сцену, там что-то раздевались перед ним, его пытались раздеть. Это все отвратительное поведение, неадекватное и свойственное оно обычно подросткам. Тут мы видим, что и взрослые, женщины такой себе позволяли позорить. И считали это нормой. Их это веселило. Они не то, что стыдились этого своего поведения. Поэтому было необходимо отгонять. И вот поэтому этим вот фанатичкам кажется, что Кудряшов там злодня, злобня. И это в его интересах личных, что он там не хочет, чтобы Юра общался с фанатками. Что Кудряшов это такой айсберг, который стоит между Шатуновым и фан-базой. Вот он такой запретитель. Тоже чушь, тоже бред. Это понятно почему. Потому что Юра не с того теста сделан, чтобы мы помыкали, управляли, манипулировали. Это все ерунда полнейшая. Если бы он был таким, он бы не выстоял. Он бы давно сломался. И уже бы и скурился, и наркоманился. Все на свете бы сделал. Скурился, я имею ввиду там что-то запрещенное. А не сигареты. Значит, первый пункт там понятен. Уже мы видим такого человека, что в России не жил, зарабатывал очень плохо. Это не патриотично. Второе, значит, что он был под колпаком у Кудряшова. Кудряшова, слушался его, весь такой бедный, несчастный, порабощенный, слово ответить не может. Весь погряз вот в этой вот своей темнице. Но это тоже ерунда. Кудряшов делал то, что от него было необходимо Юре. Именно, ну, как бы очищал его личные границы. Это была его работа. А то, что мы не знаем о Кудряшове, ну, а многие, я имею ввиду, не знают. Это же не значит, что у него ничего и никого нет и не было. Мы, люди все, не обязаны как-то, ну, светить свое личное. Кудряшов, он не медийный, все-таки персонал, он директор, он не той директор, что быть в тени. Поэтому все, что додумали и придумали про Кудряшова, это все, конечно, ерунда. И, как говорится, это не о Юре, это о них самих, о вот этих вот фантазерах. Это их видение, их желание. И, значит, третий момент. Он уже ближе всего, наверное, к нашей теме. Это что Юра, он сидит вместе с семьей и с Кудряшовым, зарабатывает деньги. Часто нам пишут, что вот мертвых ног намного дороже, что вот сейчас такой ажиотаж вокруг него. Это огромные средства, это класс. Да, это огромные средства, но не все идут тем, кто остались у руля. А Юра не с ними. У него есть определенные моральные устои, которые не позволят ему сидеть и с тени наблюдать, как его фанатки, во-первых, ведутся на ложь, во-вторых, ведутся на провокации. Во-третьих, как они ходят, рыдают, их только вот поджигает вся вот эта вот история с семьей, весь этот корпус, все вот эти вот спектакли, которые ставят вокруг него. Он не тот, кто будет на это все смотреть и кто скажет, о, отлично, что мои песни вдруг стали петь. Он не хочет, чтобы его песни пели, какие каверы там он никогда не давал на это согласие. Хотя работал много десятилетий, он наоборот за песни всегда боролся. Он их не раздаривал и не говорил, ты пой, ты походишь, пой. Нет, у него ревностные отношения. То есть смотрите, насколько реальность искажена в представлении многих людей. И они не слушают, не хотят слушать и понимать истину. Они хотят находиться в своих фантазиях. Ну, никто не запрещает и не может запретить, если бы это заканчивалось в пределах их сознания, то ладно. Но они ведь это все пишут в интернете, сочиняют статьи, какие-нибудь там ролики. И вот это все вываливают на людей. А некоторые люди, они к этому склонны. Они склонны думать о чем-то таком. То есть почва готова, послушали все, стали адептами этой истории. Тоже разделяют эти умозаключения, которые лживы и не соответствуют действительности.